Друзья, всем привет! Вы на канале Своими Руками. С вами братья Захарята, Макс Сановон. Короче, опять отмостка. Покажем свою отмостку. Отмостка с зубом. Вкратце, как что тут происходит у нас. С вас сразу лайкусики ставьте. Ролики такие с телефона записываю. Некогда писать все это. Ну, короче, смотрим. А то спрашивают, что вы там только трещите у доски. Кто первый раз на канале, кстати, подписывайтесь. Смотрим, удивляемся. Вот бетонный отмостка идет. Мы вчера подзалили. У нас сейчас не видно. Сделана подсыпка. Гидроизоляция слой. Видно, сделан рубероид. Выходит утеплитель. Здесь нужно было утепляться. Про утепление отдельно мы рассказывали, говорили, в каких случаях нужно, в каких. Не надо утеплять отмостку. То есть, утепленная отмостка. Все думают, что мы утепляем отмостку. Зачем она не промерзнет, с ней ничего не будет. Мы утепляем не отмостку. Зачем, ребята, у утепления совсем другой принцип. Дальше мы так делаем арматуру. Здесь использовали композитную стекловолокно. Вот торчит. На нее сетку вяжем. В принципе, можно просто сетку вязать. Но мы используем арматуру. Две нитки здесь и вон там. У края видно чуть-чуть. Доску не хочу убирать, потому что мы тут ездим. Сейчас с другой стороны еще покажу маленько. Все, льем разуклонку. Делаем как разуклонку. Это секрет фирмы. Наш фирменный. У нас тут получатся 3 градуса. И уклон туда идет. Так как тут у нас ландшафт такой. Сейчас все засвечет туда. Ну и вот он, зуб у нас. До конца не доделываем. Там углубление. И будет зуб. Здесь будет потом планировочка. Это сниматься земля. У нас уклон, получатся уровень отмостки ниже, чем грунт. На самом вторых. Короче. Да, последнее время. Вот. А это получатся у нас сзади помещение. Здесь залит забор. Здесь помещение. Там тупиковая зона. И нам пришлось сделать разуклонку. На правый бок. Так же. 3 сантиметра на метр. 3 градуса где-то. И оттуда еще сюда. На нас идет уклон. Ну где-то порядка. Миллиметров 7 на метр. Может чуть побольше. Вот идет утепление. Утепленный фундамент. У нас уже утеплен. К нему вплотную делается утепление. Отмостки. Сегодня почему работы закончились. Могли бы продолжаться. Но у нас кончился рубероид. Рубероид делом. И в конце у нас. Чтобы остатки бетона не выкидывать. Подложили полиэтилен. Просто полиэтилен. В виде гидроизоляции будет. Завтра докупим рубероид. Подсунем все сюда. И продолжим дальше. Вот армирование. Остатки. Тут арматуры у нас металлической. Здесь стеклопластиковую использовали. Арматура идет. Когда заливаем бетон. В этот момент. Чуть-чуть приподнимаем сетку. В принципе здесь не обязательно никаких подложек использовать. Просто заливаем. И сразу приподнимаем. Заливаем. Главное в этот момент не промахать. Некоторые оставляют на грунте или на пенопласте лежать. Сетку. Это будет печально. Все. Так вот переролось у нас. Завтра будет дальше. Ну идем посмотрим, что у нас уже готовая отмосточка. Эту мы залили. У нас получается. Это место пришлось нам сделать по ландшафтику. Ну а здесь. Это уже все высохло у нас. Вот так вот все. Это лицевая сторона. Здесь мы отмостку сделали получаться в уровень. У нас край отмосточки будет все по уровню. Уклон также 3 сантиметра. И вот он. Как выглядит вот эта отмостка с зубом. Так называемая с зубом. Или Г-образная отмостка. Разобрали мы опалубку. И вот он вид. Вот так вот выглядит. Бетон уходит в грунт. То есть там утепление у нас сделано. А здесь бетон уходит в грунт. Отсечка воды. Некоторые делают ошибку. Делают утепление. Потом наливают сверху бетон. И утеплитель торчит. Это тоже такая печальная ошибка. У вас получается по отмостке вода бежит прямо на утеплитель. И обратно под отмостку забегает в сель. И смысл от отмостки очень маленький. И так же грунтовые воды подходят, когда они спокойно могут или под утеплитель, или в щель между утеплителем и бетоном подтекать. Так как он плотно никогда там не будет. Вот этот зуб обязательно нужен в таком ситуации. Все. Вот так вот все выглядит. Тут опалубку что не разобрали. Ну и на вопрос были такие всякие вопросы. Почему показываете чьи-то работы там. И нам интересно делать обзоры. Ребята, я ничьи работы никогда ничего не показываю. Никакие обзоры, никаких работ чужих не делаю. Как делают люди, как что там строят. Это на их совести. Ну их нет дела. Мы ничего никого не обсуждаем. Единственное, когда приходится что-то обсудить там. Скажем. Когда нас заказчики просят сделать какую-то работу, но ее кто-то начинал делать, не доделали. Или этап работ какой-то был завершен. И мы упираемся, что там что-то было неправильно сделано там или что-то. И нам как-то там, как говорится, не сделать. Тогда уже мы в известность заказчиков, получается, не вольно ставим. И получается, как не то что стукачи, но просто объясняем, что нам вот так вот не сделать правильно. Нужно сделать как-то по-другому. Или расход другой будет материалов, или что-то там, или будет какой-то гомос. Но связано это не с нами, а то, что предварительно там строители что-то чуть накосячили. Ну или неправильно, или ошибку сделали, или что-то произошло. Вот. Да, в такой ситуации, как бы мы стукачи. Приходится как бы объяснять людям. А если что-то, мы приходим, даже видим какие-то нюансы. Мы никогда не обсуждаем чужие работы. Мне это не интересно, мне это не надо. Я не земсков там, а выявлять какие-то жопоруких всяких там мастеров. Пускай он занимается. Все. Вот такие вот в работе. С вас лайкусики, еще раз повторюсь. Пишем комментарии, задаем вопросы. Все расскажем, объясним, что и почему. Ну и на конце, на конце, опять же скажу про отмостки. Все говорят, нужно вот так или так. Не бывает никакого. В каждой ситуации, индивидуально, скажем, можно подобрать свою стратегию и свою технологию. Нет там единой какой-то отмостки и все. Их куча вариаций. Они все могут быть правильные и также все могут быть неправильные. Поэтому нужно все индивидуально смотреть. По грунту, по зданию, по там, какая ландшафт, какой участка. То есть куча всяких нюансов. Это нужно все учитывать. Все. Всем пока.